Блять, а я настроил фокус? Или сейчас буду размыленным? Хотя нет, нет времени прерываться, пока есть искорка, амальгама и оптима. Никия оптима и так далее. Короче, ребяточки, привет, мальчики, девочки, всех люблю, всех целую. Как ваши дела? Рассказывайте в комментариях. И обязательно подпишись, поставь лайки, напиши комментарий, чтобы хоть немножечко выбиваться в топ, потому что YouTube очень сильно душит. Нужно побольше актива. Что у меня здесь? Кальян от компании Retrofit с моделью Амальгама. Либо, другими словами, что-то нереально дорогое и крутое. А здесь у меня Retrofit Optima. Что, собственно, Optima и напоминает о чем-то более таком компактном в плане цены, а не с супербюджет и, конечно же, вроде бы оптималочка и круто, и недорого. И давайте сегодня поговорим про эти два кальяна от компании Retrofit. Вы, наверное, о них слышали, вы их частенечко могли видеть на выставочках, но почему-то на них большого внимания не обращали, хотя, как заявляют ребятки, они первые, кто придумал регулируемую тягу. Нет. Здесь регулируемая тяга сделана прям очень инженерно, сложно, и, как говорится, без бутылки водки немного не разберешься. Давайте я сейчас, наверное, хлопну в ладошки вот так вот, вот так вот хлопну, и мы их быстренько уже соберем. Примерно вот так вот. Собрались они очень быстро, ибо ничего сложного в этом нет, если не лезть в механизм регулировки тяги. Давайте потихонечку разберем, наверное, нашу топовую комплектацию. Это амальгама, она полностью из нержи, хорошо отполирована, в нужных местах прям очень круто. Во-вторых, много всяких помощников в виде засечек, как правильно это называется, когда вот ты можешь прям удобно схватиться и раскрутить. Вот такой вот маленький есть радиатор на шахте, и это, наверное, самая бесячая проблема данных кальянов. В целом выглядит все круто, смотрите. А чтобы отрегулировать тягу, здесь вот мы видим тоненькую такое отверстие и прям вот широкую такую, да, дырочку. Ты просто вот так вот оп, поворачиваешь, и вот здесь у тебя все это поворачивается. Технологично, технологично. Сложно? Сложно. Немного бесяч, есть немного, но при этом кальян сделан очень хорошо. Даже нижняя погружная шахта выглядит здоровенски и прям вот немного так бросается в глаза. Также здесь есть, что у нас? Есть такая штучка, которая помогает тебе. Можешь вот так вот все это, сейчас вот так вот разобрать, и у тебя получится обычный диффузорный кальян. Хочешь сделать прям, чтобы было диффузорно-диффузорно, ты просто закручиваешь вот эту тягу, вот эту штучку, и у тебя получается, что весь дым только через дырочки, то есть весь воздух. Да, это очень здорово, это очень круто. Но если ты не задрачиваешься на всю эту дрочь в виде регулировки, и ты просто хочешь покурить на хорошем кальяне из нержи за адекватные деньги, то вот эта часть тебе не нужна. Имеется вот такой вот мундштук тоже из нержи. И это все у нас амальгама, это все у нас бренд, это все у нас нержа, это все очень дорого, круто и продумано. Но рыночек-то надо брать с двух сторон. Со стороны немного подешевле и со стороны немного подороже. Кто хочет что-то крутое, стильное, амальгама, здравствуй. Кто хочет тоже что-то стильное, недорогое и хорошее, здравствуй, оптима. В чем их различие? В принципе, по факту различий нет. Все те же самые функции, все точно так же крутится, вертится, прикольно работает. Но здесь добавили немного полициталя. Как мы видим, что основную часть шахты в амальгаме занимает полностью нержа, то здесь, конечно же, вставочка из полициталя, нержа, полициталь, нержа, полициталь. Или инженерный пластик. Короче, ну ты понял. И все. И за счет этого ребятки очень сильно удешевили цену этого кальяна и сделали его максимально доступным. Все плюшечки, которые есть здесь, то же самое вот эти резбушечки, как бы помощнички, они здесь все тоже присутствуют. Комплект точно такой же, абсолютно. Но есть плюс в этом кальяне в том, что здесь блюдца уже посовременнее с резбушечками такими и выглядит гораздо, мне кажется, симпатично, чем блюдца на амальгаме. Хотя я мог перепутать просто блюдца и как бы вас сейчас буду здесь наебывать, проохуевшись блюдца. Блюдца без засечек, идеальненькая, ровненькая, как положено. По курению я сейчас, наверное, не буду все это раскуривать, потому что я это все уже прокуривал миллион раз, на этих кальянах я курил. А кто с Ростова их может попробовать в Мятина театральной, с удовольствием они там стоят. А нет, а нет, а нет, нашел еще одну разницу. Здесь у нас радиатор, типа такие точечки, а здесь фул. Здесь полностью не ржа и она... Сейчас попробую. Тоже снимается, ну и здесь тоже есть заглушечка. Поэтому, если хочешь быть крутым, ты просто покупаешь, как я, две... Два ка... А, нихуя, нихуя, не налезла. А ну-ка, блядь, сюда иди. А нихуя, нихуя. А ну-ка, а нихуя, нихуя. Короче, вот так вот, такие вот кальяны. Что вообще вкратце хочу рассказать про курение. Курица, хорошо. Вот эта штучка с регулировкой, обычно я в нее не верю, да и не люблю ей пользоваться. Но раз она есть, я ей прекрасно попользовался и понял, что это не мое. То есть, подбирать под себя тягу, ну, такое себе дело. Вот у тебя есть кальян, ты забил. Будь добр, люби его таким, какой он есть. Но плюшка прикольная. Есть такие фанаты, которые любят все это вот так вот настраивать, крутить. Ага, вот здесь вот чуть-чуть, чуть-чуть покрепче тягу, потяжелее. А вот тут, чтобы меньше бурлело, но больше диффузорило. Вот все идеально, идеальненько. Выставил под себя настроечки и кайфуешь. А, это у нас Optima. Курица, она не хуже, чем Amalgama, но по цене круче и выгоднее. Поэтому, если у вас нет овер, так, бабла в кармане, то на Optima, ой, на Amalgama не смотрите. Засматривайтесь на Optima. И по мне, Optima за счет черных вставочек, которые, в принципе, не отличить от крашенной, так сказать, нержи, вполне выигрывает, чем Amalgama. Но это то же самое, что Hyundai Sonata 2021 года практичнее, чем Mercedes, да, как бы. Но есть люди, которые ехать, что вот на немцах, вот примерно здесь то же самое. Короче, курица охуенно, цена прикольная. Чтобы больше узнать про эти кальяны, я снизу оставил, так сказать, ссылочку на этих ребят. Зайдите, посмотрите, ребята вовсю стараются, работают, чтобы сделать прикольные кальяны. Так что это был Дава Дым и это проект Retrofit. Кальян Optima и кальян Amalgama. Муа!